Там ополченцы сбили вертолеты украинской армии. Машина упала в районе кирпичного завода. Это произошло после того, как украинская авиация возобновила удары по блокпостам на окраинах города. Ракеты выпустили в том числе по поселку Семеновка. Есть сильные разрушения. В Славянске работает наш специальный корреспондент Евгений Поддубный. Он сейчас с нами выходит на прямую связь. Женя, еще раз приветствую. Вот сейчас какая-то новая информация появилась у вас за последний час и о боевых действиях, и о потерях. И правда ли, что обычные горожане, даже женщины здесь нет, до сих пор не могут покинуть город? Говоря, здравствуйте. По сообщениям бойцов народной самообороны, два вертолета украинских силовиков, речь идет о Ми-24, так называемые крокодилы, боевые вертолеты, были сбиты в небе над Славянском сегодня. Как сообщают в штабе народной самообороны, машины упали в районе украинского блокпоста БЗС. Там видно сильное задымление, и машины были сбиты с использованием зенитных установок. Но вот мы будем проверять эту информацию далее, пока неизвестно, есть ли пострадавшие, каково состояние летчика, которые были в этих машинах. Сегодня утром вновь возобновился артиллерист и обстрел позиций в населенном пункте Семеновка, правда, единственность была значительно выше, чем накануне. Так, в небе на Славянском вновь была видна операция. Работали штурмовики с 25 и с 25, с 27, обстрелили позиции бойцов народной самообороны. Это именно пункт. До сих пор находится под контролем бойцов народной самообороны, несмотря на позиционную закону украинскими советами. Я напомню, что вчера дважды украинцы военнослужащие силы национальной гвардии пытались взять позиции бойцов народной самообороны в Семеновске. Это сделать не удалось. Последняя информация о потере следующее. 8 бойцов народного ополчения в ходе вчерашних двухсосновений погибли, были 10 лет, получили тяжелые ранения. Вот информация о погибших... ...со стороны украинских силовиков пока здесь в Славянске. Нет, но по словам ополченцев, потеря, где войск, которые наступали на позиции Семеновска, велики. Мы будем также уточнять эту информацию. Сегодня вновь в Семеновске на Славянском кружит дециловный питательный аппарат. Украинские военные продолжают разведку местности. Но пока новых попыток штурма не предпринимают. Контактных боев сегодня не было. Я напомню, что накануне вооруженные силы Украины потеряли здесь один танк. Он был сражен, 4 бронетранспортера в России на один автомобиль «Хаммер». И один автомобиль «ГАЗ-56». Что касается мирных жителей Славянска, действительно, многие из них не могут покинуть город. Просто боятся выезжать, кстати, до монетарного коридора. До сих пор не предоставлено. Также есть информация о том, что... На блок «ФАЦА», который контролирует украинские военнослужащие, жители Славянска просто не пропускают и возвращаются назад в город. Да, Жень, спасибо. К сожалению, у нас какие-то были проблемы со связью. Мы обязательно свяжемся с вами в следующем часе. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Поддубный с последними.